Евангелие от святого евангелиста Луки, 4 главу 16 по 19 стих прочитаем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботию в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано «Дух Господен на мне», ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на сходу, проповедовать лето Господнее благоприятное. Христианин – это звание. Это звание христианства. Вы знаете, дорогие друзья, когда переступаешь порог свободы, идешь в неволю, то узнают, кто ты, за что судим. И вот наши братья назывались там среди зеков святыми. И в армии точно так. Когда идет служить христианин в армии, его называют там «Святой Отец». Хоть этому отцу едва 18 лет, а его зовут «Святой Отец». «Святой Отец». Когда я услышал это первый раз, я себе подумал так, на наро, Господи, а как оказаться таким? Не разочаровать этот народ, не разочаровать эту толпу, с которой мы живем, соседей наших, ближних наших, с кем соприкасаются души наши, не разочаровать этом имени «Святой». Итак, братья святые, участники в небесном знаке. Это, дорогие друзья, сегодня звучит, а мы думаем, есть ли это соответствие Божьего назначения и моей жизни? А если нет, кайтесь, братья и сестры, есть время, есть время каяться и стать такими. У меня сегодня тема необыкновенная, очень знакомое место в Писании, правда? Все мы его знаем, это место, что Иисус начал свое общественное служение, в Назарете зашел в синагогу, и когда он зашел в это святое место, стал за кафедру, за обмон и приготовился читать. Ему подали, слуга подал, служитель, книгу пророка Исаии. И Иисус Христос прочитал отревок из пророка Исаии. Дорогие друзья мои, и мы с вами его прочитали. Да, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять с украшенным сердцем. Да, с украшенным сердцем. И об этом мы немножко поговорим, поговорим, братья и сестры. Учение Иисуса Христа – это ответ на все нужды людей, всех времен и всей истории. Учение Иисуса Христа – ответ на все нужды и запросы. О, человечество, что принес Бог на землю? Сына своего с вечным устамом, с вечной благодатью. Черпай, ищи, находи в этой книге все для себя. Дорогие друзья, хочу сказать, что наш мир, в котором мы сегодня живем, зашел в тупик. Вы со мной все согласитесь, правда? Любое совещание на каких бы ни было уровнях, говорят – угроза террора, угроза беды. И на всех уровнях угроза. Сейчас предвыборная компания в Америке, и говорят тот и другой – угроза Америки. Угроза. Как быть с этой угрозой? Мир зашел в тупик. И сверхмощные державы, ядерные, так называемые державы, уже сейчас не говорят, что вот мы, нам ничего не страшно, мы имеем такую бронезащитную. Нет, дорогие друзья. Бог показал, что не в этом защита людей. В страхе, в ожидании грядущих бедствий будут люди, так сказал Христос. Так сказало его учение. Вывести его из этого тупика во власти Божьей. Ни политика, ни наука, ни искусство, ни культура не выведут человечество из этого тяжкого тупика. Мир в тупике. Братья и сестры, это очень серьезно подчеркивается. Вы посмотрите, сколько гипотез, сколько лабораторий, сколько ученого люда мыслило всю свою историю, как украсить бед, как людей сделать добрее, как примирить слои социальные общества. Ничего не достигнуто. Революции, недовольство, бунты, восстания. Одни живут слишком богато, другие живут слишком бедно, на грани нищеты и отчаяния, и таким-то людям, что они идут насмерить. Нет без Бога решения проблемы. А человечество отвергает и не хочет принять условия Божьи. Не политика и наука исчерпали свои ресурсы. Исчерпано это все, дорогие друзья. Они бессильны помочь утопающему в моральном разложении миру. Надежда остается только на Бога. Только на Бога. Братья и сестры, как мы счастливее, имея Бога. Как наше разрешено все настоящее и будущее в Боге. Радуйтесь, искупленные Богом дети Божии. И приводите себя каждый, приведем себя каждый в состояние, какого требует Бог. Не такого христианина, как мы себя в себе спультивировали за всю нашу жизнь, так называемую, в скобках, христианскую. А мы должны подойти к черте христианина по Библии. Какого хочет Бог видеть христианина, какого он видит. И сказать Богу, я не достоин. Я не достоин. Я не достоин. До тех пор, пока это не скажешь, то будет тебе беда. Бог к этому привел. Бог охарактеризовал своего слугу Иова, дьяволу, как безупречного человека. Правда? Как человека справедливого, богобоязненного, удаляющегося от зла. А Богу достаточно было состояния Иова. Для дьявола он подходил, и то, что имел Иов, для было достаточно вполне. А Богу – недостаточно. Бог видел, что он много яков, что он еще много опирался на себя, на свою праведность, на свои заслуги. В 29 главе до 40 раз он местоимение «я мое мне» употребляет. И когда является Бог Иову, уже сам он очень хотел видеть Бога, то Иов говорит, ну вот, отвечай, я пришел на твой зов. А Иов говорит, а что я буду отвечать, когда я ничтожен? Братья и сестры, человек Востока, умница, который астрономию понимал, как науку, он звезды знал, как называются, он имел глубокую веру в Бога, он сказал, искупитель мой жив на развалинах, на пепелищах. И этот человек говорит, а что я буду владыке отвечать, когда я ничтожен? Не придем к такой черте, не увидим себя такими, дальше хода нет. Христос открывает Библию, находит это место и читает «Дух Господний на мне». Он помазал меня. Дорогие мои друзья, и послал, помазал, и послал. Два направления, два глагола употребляются в этом месте. Помазал и послал. С какими категориями здесь встречаемся мы, людей в мире, дорогие друзья? Пять категорий людей, с которыми Господь беседует, о котором Господь предвидел, что им надо. И я помазан благовествовать нищим. Не пошел к Пилату, не пришел к Ируду, не пошел к князям, господам, вельможам, царям. Я послан, помазан, благовествованный нищим. Древние друзья, не постыдился этого Христос. Так что ж ты к нищим пришел? Ну, куда ты нашел? Их цураются, от них отряхают свое белье, не прикасайся ко мне. Ты нищий духом. А вы знаете, я Бог вот таких любит. Нет людей, которые ни себя, свое достоинство не видят, которые нищий духом, несостоятельный я человек. Во мне, Господи, нет ничего. Я банкрот в этой жизни. Я уже посмотрел. Я обанкротился. И когда мы так Господу говорим, Он говорит, я помазан благовествовать нищим. Чувствовать себя нищим, это благо. Когда Христос сказал на гордую проповедь Евангелия Матвея 5, главе 3 стихом, Он говорит, блаженны нищие. Да, нищие духом, ибо их есть царство небесное. Пусть же дух наш всегда будет в таком состоянии. Пусть наш дух всегда будет зависим. Пусть мы при любых достижениях своего уровня духовного скажем Богу, я нищий. Как это делал Давид. Расцвет царства, богатства несметные. Все цари едут удивляться его, могущество силе, все покорено под ноги его. А он говорит, я беден и нищий. Я беден и нищий. Это состояние, сестры мои и братья, должно соответствовать нам. Мы должны понять, для чего послан Иисус, для нищих. Друзья мои, дорогие, это величие, вторая категория сокрушенных сердцем. Исцелять сокрушенных сердцем. Вы знаете, дорогие друзья, что я так наблюдал в дни, в дни вот этого молодежного общения, и я видел, как Бог сокрушает сердца. Но не каждое сердце сокрушено. Я несколько ждал, что и другие сердца сокрушатся. А вот сокрушил кого Бог, вышли сюда с покаянием. Даже, даже верующие люди, даже верующие на сердце сокрушилось. Человек увидел свою несостоятельность, человек увидел, что ему надо лечение, а Христос пришел исцелять сокрушенных сердцем. В замечательной главе пророка Исаии, 57 главе, 15 стихом написано, так говорит, высокий, превознесенный, вечно живущий, святый, имя его, я живу на высоте небес и во святилище, а также в сокрушенном и смиренным духом, чтобы оживлять дух сокрушенного и оживлять сердце смиренных. Я живу на высоте небес, небеса небес меня не умещают, но я благоволю жить и в сокрушенном сердце, и в духе смиренном. Братья и сестры, как это важно пред Богом, нищий духом и сердцем сокрушенным, сердцем смиренным. Знаете, гордое сердце никогда не может сокрушиться. Надменное сердце не сокрушится, сердце обидчивое не сокрушится, сердце, дорогие, занятые собой, своим каким-то положением умирить, не сокрушится, а сокрушенное сердце, угодное Богу, я послал исцелянник. Что такое сокрушенное? Это разбитое сердце. Это разбитое сердце. Вы знаете, когда Бог разбил пророка Иону в очреве кита, Он говорит, когда изнемогла во мне душа моя, я обратился к Богу, я вызвал Бога. Когда во мне изнемогла душевность, когда эта душевность, которая у нас так сильна, наши чувства, недовольство, ворчание, наши другие друзья, ропот постоянный, когда это все Бог уберет, сердце, оно тогда сокрушается. Вторая категория сокрушенное сердце. Целить, излечать. Третья категория, на которую Господь обратил, пленные. Отпустить пленных, пленные. Выручить из плена людей. А как мы понимаем пленные? Все люди попали в плен к дьяволу. К этому страшному узурпату и врагу попали в плен. И находятся в этом плену. И апостола, когда Бог останавливает Саула, а он потом поясняет деяние апостола, говорит, я посылаю тебя к язычникам, для того, чтобы их с плена вывести, чтобы они освободились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и веруя в меня получили жребий с освященными. Спасение вечное. Братья пленные, кто в плену? Не находитесь в плену. Кричите, поднимайте руки. Кто-то в плену своих рассудков, кто-то в плену греха какого-то. И долго находится. Знаете, столько находится в плену, и думает, завтра выйду с плена. И от зависимости курения ли, выпивки ли, зависти ли, гордости. Плен. Какой он страшный плен. Да не живите вы и дня в этом плену. Выходите из плена, рвите эти оковы. Вы знаете, кто читает сейчас журналы, читаете, как Николай Ерофеевич Бойко с плена бежал. Читали все, да. Как тяжело было бежать из плена. Сколько он встретил по пути препятствий, бед, зла, горя, но он бежал из плена. Плен это страшно. В плену находиться в этого врага, дорогие друзья, жутко Христос пришел освободить от этого плена. От плена греха, зависимости. Поэтому слава нашему Христу, что он вот так сказал, вот кто он. Четвертое. Слепым прозрением. Ты обижаешь нас, 9 главе Евангелия от Иоанна, ты называешь нас слепыми. Мы видим, книги читаем, книжники, фарисеи. 39 стихом Иисус пояснил им и сказал, если бы вы были слепые, то вы бы не имели греха. А как вы говорите, что видите, грех остается на вас. Братья и сестры, всякий, кто начинает прозревать и видеть свою слепоту, он тогда не будет не бояться унижения, уничижения, не будет бояться поругания, постыжения, что ему он с плена выходит. Его очи помазаны. Ладыкийскому периоду церкви Бог советует, советую тебе купить мазь у меня и помазать очи. Ладыкийец, Бог советует помазать очи, ты слеп и нищ и нах. Братья и сестры, мы себе думаем, ну и хорошо, нахожусь в таком состоянии, хорошо, а Бог говорит, я пришел для слепых, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы, и кто не видит и признает слепоту, он идет к Богу и Бог освобождает. Такое и сегодня наука нам, такое и слово живого Бога, такая проверка себя, что со мной, как я, нуждаюсь я в этом госпитале, в этом великом целитее врачи. Еще одно есть, последнее, пятое, измученные, измученные, измученных отпустить на свободу. Измученные, братья и сестры, враг мучит, уже здесь, еще ада мы не достигли, а он же нас мучит. Покажите мне наркомана, и я вам покажу, какой измученный человек. Какой измученный. Как он измученный этим, и он и в плену, и в слепоте, и все же таки он измученный. Измученный. Посмотрите на своих ближних, мужей, детей, они измученные. Очень мучат как. Вы знаете, эти все зависимые люди от курения, зависимые люди от пьянства, наркомании, от всего этого мирского. Как они, дорогие друзья, измучены. Человек, который изменяет семье, и потом приходит в семью, как его угрызает совесть, как его мучат. Сейчас я имею общение с душами, и кто был в неверии, и так души сознаются. Как я была измучена вот таким грехом. Как меня измучен он, пока не исповедался этот грех, пока не открылся этот грех. Братья мои и сестры, дети Божии, к нам звучат, может быть, последние слова Христа. Поправьте светильники. Вот, я послан, я помазан, говорит Христос благовествовать нищим, послал меня исцелять сукрушенных сердцем, послал меня пленных освободить, слепым дать прозрение и измученных на свободу выпустить. Да, один автор написал псалом, да, я спасен, спасен я от блуждания петливого и гордого ума, да, я спасен, то есть избавлен, я освобожден из этого плена и я освобожден от этого мучения, страшное мучение, не пройдите мимо измученных, они не скажут, что они измученные, но они измученные, на сыновей, еще раз посмотрите, на мужей своих, какой муки, как они тяжело вздыхают, как они, но когда я объеду, я могу, я себе хозяин, я могу ни петь, ни курить, могу, все, я могу, ничего не можешь, ты в плену и в горе. Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, к нам прозвучало слово великого Избавителя, великого Христа, великого Примирителя, и он прочитал так скромно пророка Исаии, Дух Исходный Он помазан меня и послал меня. Сегодня мы слушали добрые слова, призывные слова, Друзья мои дорогие, да поможет нам Бог проверять себя, сокрушать сердца наши, чувствовать себя нищим и духом, кричать Господу слеп, чтобы Бог дал просрение, чтобы Бог с плена веручил и из тяжких мук дьявольских дал освобождение, отпустить измученных на свободу. Да благословит нас в этом Бог, и о святому имени мы поклонимся. Аминь. Держись, Христа, держись, как только можешь, чтоб ты был жив, Он смертью заплатил. Держись, Христа, когда ты изнеможешь, и не под силу станет крест нести. Держись, Христа, когда ты изнеможешь, Держись, Христа, Христа, держись, Держись, Христа, когда идти нетрудно, и удаются все твои дела. Когда забудешь тягость жизни скудной, Здесь искушенье упустить Христа, Когда забудешь тягость жизни скудной, Держись, Христа, Держись, Христа, Держись, Христа, Кого еще держаться? Не за людей, за Господа держись, Мы так способны подать ошибаться, Лишь Он преображает нашу жизнь, Мы так способны подать ошибаться, Держись, Христа, Христа, держись, И не забудь открытой Богом тайны, Известной всем держащимся Христа. Нас исцеляют Иисуса раны, А приближает к небу путь креста, Нас исцеляют Иисуса раны, Держись, Христа, Держись, Христа, Держись, Христа,